Привет, друг, кто на канале Смотри и Учись, с тобой Миша Егор, и сегодня будем смотреть за тройкой Баратрумова Топсона, он нарандомил этого героя, видимо мид, ему не уступили, когда речь о Баратруме, и вошел поэтому в харду. Очень интересно это выглядит, очень необычно, Баратрума пикает достаточно редко, если и пикает, то на четвертую позицию, в принципе герой достаточно жирный, можно сравнивать с тем же Брекером, помогает в разных частях карты, очень жирный, очень тяжело выгнать с линии, легко возвращается на лайн, если ресурсы выбиты. Но вот так, чтобы на горе, это конечно редкость, но на примере Топсона научимся играть на Аппаратурме тройки в 729D патче, и всем приятного просмотра. Да, всем привет, пришел на линию без топора, но у Барача очень дэмэджа много, своего родного, то есть у него уже 70 урона, восхитить на самом деле простенько, плюс еще башек для этого есть, посмотрим действительно, Барача видим редко, иногда он конечно залетает, но не сказать, что прям очень эффективно, альтолода причем с ним на линии. Видео сейчас часто альтолода в паблике, мелькается на своем даунбрейкер четверке, там часто очень играет, один из немногих вообще кто-то даунбрейкер рейтит, но на четвертую позицию еще куда не шло, а так даунбрейкер тоже такой достаточный герой, не самый популярный, только вот на четверку, как мне кажется, сейчас более чем эффективен, видимо там с холилок, и там играет, альтолода именно с холилок, и там играет. На линию по идее очень хорош даунбрейкер, конечно в два милишника не хотелось бы ее видеть, но все равно на линии она очень сильный, скиллы у нее такие достаточно берстящие, можно устраивать какую-то развалочку нереально, так смотри, кстати, тут накидываются, но у топсона хитпоинтов слишком мало, но если разменяются, вообще шикарно будет. Отлично, фэрифайер зарешал очень сильно. Ну, даже если он мрад, пофиг охранить, он еще и за собой белку забрал, а так вообще шикарно. Я уже смирился с тем, что он умрет, и даже этому исходу был бы не против, потому что опять же он за него урсаба экспу не получил, и он бы восстановил полностью ресурсы, а он по итогу еще и белку за собой в могилу забрал, шикарно, да. Ну, а вот опять же даунбрейкер, второй уровень, просто топор первый скилл, и дабылкилл внезапный. Вообще по поводу брейкера у этого героя винрейт там 57 что ли процентов, ну то есть пикрейт упал, играют на ней сейчас только люди, которые герои чувствуют, и винрейт огромный. Ну и чаще всего именно как четверка появляется, то есть на нее 5 тиков лечения с ультимейта. Там суммарно под 500 что ли лечения на третьем уровне ульта. Все это апается холилокетом, сам холилокет тоже нажимается на коры и покупают грифсы регулярно. Очень круто выглядит, какой-нибудь кор загулял, а ты в течение двух с половиной секунд приносишь ему больше тысячи лечения, и часть этого лечения еще и в области, большая часть. Выписываешь контроль, это уже 3 секунды. Нереально круто это выглядит. Это же многих саппортов 1 на 1 перебивает, как на линии, так и по игре. Ой, кстати, сейчас чуть-чуть не пошло. Брейкер придется умереть, возможно даже Топсона здесь поддержит. Есть вином, есть. Клэба турцы, хотя смотри-ка, 17% как хорошо работают. У него еще вот этот шлем. Вообще пофиг, сейчас резко стало, благодаря вот этим двум убийствам он слетал на базу, редкликом взял этот шлем. Сейчас этот шлем невероятно популярный, мы в каждом ролике говорим, насколько же это крутой артефакт. И вот опять очередной пример, прям ты покупаешь этот шлем и большое преимущество над врагом чувствуешь. Ну в этой игре прям повезло, что они двоих убили. Смотри, там еще и Брейкер гоняется за Урсой, но, к сожалению, у Братрума первая скиллка, да? Напоминаю, шлем стоит на 100 голд... Ой, ничего себе, на Тауру, по Тауру вообще разогнался, но вовремя одумался. Опять же, против Белки вот так вот разгоняться не особо хочется, тебя она просто привяжет. И тебя Тауру бьет блины, вот смотри, просто Брейкер. Топор получается в 2. Линию они, конечно, развалили. Единственный минус, что Братрум 3 ассиста имеет, но все равно очень круто они себя чувствуют. Так вот, продолжу про вот этот шлем. Многие его сейчас покупают, грядят в Доминатор. Здесь будет варамлец загряжен, что тоже, в принципе, хорошо. Потому что, опять же, этот шлем ранее на линии невероятно много дает. То есть это 6 к броне и 5 к восстановлению здоровья. Это на сотку дороже, чем Ring of Health, которая дает 6,5 к восстановлению здоровья. Но этот шлем тебе дает 6 к броне и 5 к восстановлению здоровья. То есть это очень крутая тема. И именно поэтому, например, там 33-й из команды Тундра вообще первым артефактом его рашил. Без закупа на линию приходил. Что шлем действительно крутая тема. Статы очень приятные. Ну, вот армлет до ботинка выглядит чуть-чуть необычно. Да и, в принципе, армлет ранее на братруме. Никто не любит, потому что нет у него такого высокого базового восстановления здоровья, чтобы этот армлет перебивать. Но, возможно, драться, делать тэп-аут. Разгоняться, снова драться. Там талант на хпоригин еще на 15-ом, что ли, уровне. Но на 15-ом, наверное, все равно урон захочется предпочесть. Ну да, с таким билдом определенным. На братруме фейзе очень хочется видеть. Вот какое-то время я смотрел на братрумов. Там прям сапогом любят очень зарашить эти фейзы. Но это опять же речь о четверке братруме. То есть там приходят с сапогом-тангусом просто на линию. Рашит фейзе. Ну, фейзе очень эффективно на этом герое. Там во время чарджа можно фейзе нажимать. Ты бегаешь супербыстро. Фейзе дают брони. Вот на горлом братруме фейзе прям обязательный предмет. Транквиво, конечно, тоже хорошо на четверке братруме. Порой не хватает этого хпоригина, кстати. Тут опасная ситуация. Но тут телепорт сделал Эмбер, он разогнался в двоих. Благодаря чему дал стан подвоем. Эмбер тут гораздо проще было нажать кнопки. Блин, офигенно забайтил. Плюс в шестой уровень с этого аптона сейчас еще подфармит. На самом деле очень круто отсняли линию. Невероятно много тут Тобсон золотого сня. И смотри, дорогая. Ой, армлет почти имеет. Просто первым этого заража без сапога. Да, все, армлет уже летит. Такой ранний армлет на самом деле невероятно сильно выглядит. Есть такая тема. Например, на Хускаре ты очень рано армлет вывезли. Резко бессмертным становишься. Но то, сожжение, Леон пришел. Немного подставил. Подставился Тобсон. Неприятно. Ну, Брисперед, вообще красавчик. Когда вы так миссер смотрит на Сайда. На происходящее. Еще имеет ресурсы. Ну, как часто вы видите лишь роков каких-нибудь линамберспиритов, которые фармят лес на нуля маны. Сливают прямо под ноль. Потом идут на базу. В случае с Эмбером скидывают ремнан, делают телепорт на базу, которые уже не заезжают на Сайда. Здесь же ко всему абсолютно готов. Линию свою тоже очень хорошо постоял на Эмберспирите. И сам разогнался на топе. И команду разогнал, кстати, Вест. Вест очень хочется набрать Рубин. Это и фармплан какой-никакой. Это и хапериген особенно под рамлет. Он теннисный минус этого Веста, потому что у него... А у него вообще пять милишников в команде. Ты глянь на это. Ой, ты краса, опять, видимо, умеряешься слишком много контроля у ребят. Первый скидан был в единичку. Да. Разгон избили. Ну, может быть, Армлет пообузит, каким-то чудом выживет, но нет. Не забузит никак по таким количествам стаков. Да, пассивка набита. Вообще, анрел. По поводу Чипит Веста, у него пять милишников. И тут другие герои могут предпочесть этот Чипит Вест. Опять же, тот же Слен, который сейчас в леса, смещается за макшенной пассивкой. Явно не против Чипит Веста для его же фарма. Так что это не факт, что ему уступят. Ну, пока что себе брошку вообще взял. То есть, реально. Скорее всего, не захотят, чтобы Тобсон брал. Вообще, Даунбрейкер пока что бегает с этим Вестом. Ну, у Брейкера, по-моему, это брать Вест святое дело. Но так лучше всего он на Сене выглядит. С Вен один из немногих вообще коров, которые приходят в лес и не вывозят там крипов. ХП теряется вмиг. Почти все с Момом играют на этом героя. Ну, вот есть этот билд через Фестовую Саблю. Тоже очень сноубольный, очень крутой, потому что ты Мом все равно в вайте не нажимаешь. Вот с ранней Сабелькой, с ранним блинком, с ранней БКБшкой. Очень круто выглядишь. Либо можно на стоимость Мома купить себе Сашу. После Сабли. Саша тоже очень много урона дает в ультимейт. Ну и с талантом на вампиризм на 15-ом круто синергирует. Но стартовать очень тяжело. В основном я видел, как покупают получается ПТ-шку и Став от Мома или от Обливион Става. И потом, если выпал Вест или Маска, то Гредит в Саблю. Если на ней выпадает ни Вест, ни Маска, то Гредит в Мом. Это Став. Даже интересно, достаточно подход. И наконец-таки начинается роминг. В итоге-то ФП Баратрум зашел даже неплохо. За той же прудой гоняться постоянно можно. Убивать ее под плюс под ультимейт. Ну и просто чардж. Как же он шугает просто. Причем он бежал же даже не на ВР-ку. ВР-ку уже ПТ-3 спряталась. Под катапульту все это дело сделал. Товар сейчас побольше продамажствовал. Правда там Неймбер сейчас вышли. Немного запознания. Леон Геронис только невыносимый. Да, этот парень на Леоне по сути вообще сейчас игру начал выигрывать резко. Ты заметишь, сколько он выходов крутых сделал. Он просто Топсон невероятно задолбал в топе. Ну, все-таки Леон на линии с Брудой стоял. А Бруде нужно линию оставлять, потому что она ее сплитит постоянно. Так, вот, кстати. Смотри, опять будет сейчас реализация. Просто за контроль минус Бруда. Но это неплохой контрпик. Вот Топ прямое доказательство. Можем вот так за ней гоняться, действительно. Контроля там достаточно, чтобы там, например, тот же Свен две тычки хотя бы дал с ультимейта и убил эту Бруду. Дэммаджи должно хватать. Ну, либо Эмбер полетал. О, смотри, сразу еще из-за Леона погнался. Ну, опять, очень много героев. Учтение пальца. На Суэн улетел отсюда. И для Эмбер спирита две смерти подряд. Леон реально хочется хвалить. Оставил соло-экспу Брудки достаточно рано. Разнес две остальные линии. Сейчас вот умер в размене на двух героев. Причем Леон был одним из лучших героев... Ну, одним из лучших саппортов по игре. Все-таки 6,5 секунд контроля по соло-целям. А часть этого контроля еще и в области. Третий скилл источник по сути аж двух контролей. Это и замедление. Прямо сейчас это и Моноберн, который можно с Сайленсом, в принципе, сравнивать. Только Сайленс контрится диспеллом, а Моноберн стиками или манго. Единственный минус. Но не на всех героях, и не все игроки покупают стики. А потом, это у Леона еще и лайнинг рапнира. То есть, единственной проблемой Леона был лайнинг. Потому что он приходил на линию, ничего не делал. Игра зачастую заканчивалась раньше, чем Леон мог в нее включиться. Сейчас он на линии, очень уверенно рейд кликает, многих героев перебивает. Так, ты посмотри-ка. Мув нажимает здесь на саппортов. Погонял Леона. Напал на Худвинга. Как же не прет раз за разом, но есть и стоит имперспирита. Не, вообще охренительно. По сути, у противников, вот эти саппорты, они делают больше всего импакта. То есть, Леон, как ты уже сказал, он просто резко ход игры перевернул в какой-то момент. Потому что Тобсон невероятно сильно топ Леоню отстоял. Но начал приходить Леон. Он оставил экспу для бруды и испортил игру Баратруму, соответственно. Ну и Белка, само собой, тоже очень много контроля дает, как и Леон. И вот Тобсон просто сейчас, по сути, два вот этих темповых фрага сделал на них. Он создал, опять же, спейс для своего Свена, который и фраг получил, ассист. Ну и просто может пофармить какое-то время, его никто, например, за стана не убьет. Вот, то есть, и Тобсон сам кайфует невероятно. Крутые, очень кило. Смотри, подъехали фейзы все-таки. Но, опять же, фейза на Корборо Трума явно идеальный предмет. Конечно, ПТ-шка тоже прикольная тема, когда у тебя куча так спида. Когда ты можешь редкликать, башить постоянно. Там, не знаю, под талант какой-нибудь условный на 15 уровне. На 40 урона хочется видеть ПТ-шку. Но, блин, фейза мне супер нравится на Брат Труме. Ты настолько быстрым становишься. Вот ты просто нажимаешь чардж во время чарджа фейза. Блин. Даунбрейкер, кстати, тоже офигенная синергия. Но если у него будет получаться чардж, конечно, нажимать я не то. Опять же, контроля там слишком много, чтобы этот чардж бить. Там даже к ВРке, например, Брат Трумпоедет, она собьет шейкалшот. Там Леон постоянно хиксы выдает. Белочка вяжет. Тут, конечно, пока что проблематично. Урса ультимейт будет нажимать. Не так-то, просто за комбинист даунбрейкер. Так, и смотри, чекает Рошана. И тут, оп, какой сюрприз получился. Здравствуйте, мистер Рошса. Ну, урса с маской. И, ну, морбид маской и позест маской. У него прям большое желание рано убить Рошана. Но не тут-то было. На ровном месте Барыч прогнал. Круто, на самом деле много импакта. Возвращаемся после паузы в кикбай Аганим. Очень хочется лотар какой-нибудь видеть, для того, чтобы разгон не сбивали. Но на хай рейтинге это прокатывает. Гораздо реже. Аганим достаточно крутая шмотка, набрать Рума гораздо больше урона с третьего скилла, потому что ему спид дает. И накидывается на брудку. Правда, Леон тут как тут. Нужно сейчас этого Леона позонить, иначе за два ультимейта Свен умрет. И смотри-ка, реально отзонил. Соло трех героев отогнал от Свена. Правда, нафидонит сейчас, по ощущениям. Надо придется умереть, зато в размене на Леоне. При такой перетяжке. И Свен живой-здоровый, ничем не рискует. Глиф выбивается, еще и ты один Митя должен будет упасть. Вообще замечательно, как по мне. А кто-то ульталоды с соединением проблем и паузит постоянно. Мы даже пишем, что ты паузишь. Грубовато ему тут, конечно, написали. Блин, ну прикольно, на самом деле. Часто читал льталоду, начал видеть, поднялся парень. На хай-птс играет. Четырехсотый ранг. Реально для себя открыл такого героя, как Даунбрейкер. Четвертая позиция, и реально, получается, на ней выиграл. Переигрывать. Часто с проигреками вижу, как попадается. Везде играет хорошо. Внушает уважение. Такой приятный парень. Старичок, такой стримит очень давно на Твиче. Недавно постоянно. Кастом Херачао стримил. Топ-1 онлайн был, сейчас паблик играет. Кастом-ка уже не такая популярная. Протой, конечно, чувачок. Так, сотри, разогнался тут на VR-ку. А там, я тройку дал, я. Ну, у него ульты нету. А, ну, слушай, по Даунбрейкер. Вообще, пофиг. Красота. Самый кайф Аганима еще, что у тебя чарж просто без кудалована почти становится. Ты постоянно его можешь нажимать, там, на линии бегать, за бродой гоняться. Постоянно туда-сюда, туда-сюда. Очень крутая тема. Вот есть игрок, Зай, из команды Сикрет. Вот он очень любит Баратрума. От него он... Это, наверное, единственный проигрок, от которого я изредка вижу Баратрума. И вот он обожает играть с Аганимом. Тоже гораздо быстрее его пытается выкупить. Там и статы, на самом деле, приятные для Баратрума. У этого Аганима прям все, что нужно. Не так дорого. Ну и опять же, чарж без КД. Под ту же Даунбрейкер. Постоянно там какие-то кивы мутить. Вот так вот в белку, например. По приколу вот так прибегать. Постоянно. И на халяву убивать. Да, тут успел стан скинуть, Свен. Но... Но Леончик супер не вовремя. Какой же ревейдж сейчас от Баратрума. Он по трем героям проехался, правда. Все равно умер. Стики не дали нажать, хейтеры. А там и стики, и армлет можно было переключить. Вроде бы и все на свете, но... Действительно, ничего не успелось. Постоянно хочется в баш верить. Он еще заметил, не стал дамагшивать... Не стал дамагшивать этот баш. Оставил его в 3, именно. В какой-то момент он все скиллы в 3 я раскачал. Но опять же, игра сейчас такая активная стала. Хочется первый дамагсить, чтобы кд поменьше был. Опять же, это еще подогоним. Такой сетап неплохой. Второй скилл у тебя тоже позволяет супер-быстро бегать за той же брудой. Вот, например, сейчас. Вот он чарж нажимает. Сейчас под конец нажмет фейзы второй скилл. Надеюсь. Да, вот армлет, фейза. Все это нажимается во время чаржа. Правда, сбили опять. Какая же белка противная. Хватит сбивать. И ультимейта супер не хватает, чтобы продлить под ультимейт даунбрейкер. Ну окей, белку убьют. Это должно хватать, как по мне. Чарж пожалел. Но альтода даже в дисконнекте, смотри, ультимейт и нажимает. Чейзер. А, он в дисконнекте не заметил. Бедолага. Никто даже ждать не стал. Там паузы закончились, а не два раза. Два раза левал, поэтому... Да, кстати, вот смотри, какой билд ультолоды. Фейз и холилокет. То есть опять же, холилокет единственный, наверное, билд, который практикуется на даунбрейкер. На четвертую позицию ты можешь захилить. И именно порой игроки, они играют через арканы. Мекку, и потом разбирают арканы на холилокет. И покупают себе новые арканы. И грейзят по мекку и арканы в грифсы. А пайберы, да, они предпочитают фейз. Предпочитают более ранний холилокет. Да, вот соглашусь с тобой, что тоже арканы вижу часто. Мекки всякие. Фейз для четверки выглядит немного жадновато. Солринь, ты покупать не хочешь? За такие бабки на саппорте. Боттл ты тоже не купишь на четверке. Но при этом хочется как-то на брейкере иногда подфармливать опасные места. И при этом все равно иметь ману, чтобы в байт прийти быть полезным. Ну и плюс залить ману союзникам тоже. Важный момент. После против бруды тоже отпушивать очень можно эффективно на даунбрейкер. За мэкшем вторым скиллом. Ты можешь чуть ли не в соло. Соло рингом. Плюс у него чптв с всю игру есть. То есть опять же. Линии очень хорошо отпушивает даунбрейкер. Ты просто по сути за мэкшем вторым скиллом всегда пачку убиваешь. С одной кнопочки. Смотри. Находят тут белочку. Ну и 3 килл. По идее. Ух ты все-таки не стал давать? Ну правильно. 70 секунд не хочется, чтобы скилл был в кулдауне. Чтобы опять не получилось под ультимой даунбрейкер закомбинить. Все-таки уступили ему еще Квиксильдер. Тоже думал, что было бы круто, конечно, чтобы ему дали. Но вообще не верил, что Свен может уступить Квиксильдер. Однако уступил. Это опять же Квиксильдер, идеальный предмет на барыча. Это мувспид, который очень важен для него. Ну и в принципе тут даже с руки на самом деле можно наваливать его билдом. С армлетом вот этим. Как же тяжко быть брудой в этой игре. Нет, даже приятно смотреть, как брудпикер страдает. Согласись? Да, соглашусь, бруда. Лютая имба. Это Турса с дефузами в позиции. С ультимойтом 0 сейчас закончится, можно будет раскатить. Свен уже прыгает. И реведж от Баратрума. Под обум героем. Ощущение, как будто у него на баре на самом деле достаточно много игр. Он очень хорошо чувствует. Этот радиус, которым он толкает. Я по-моему один раз видел, что Батопсон на баре играл в миде. И может с кем-то путаю, но что-то точно помню. У него бронзовый тир. При том, что вот это плюс у него есть, по моей памяти. Да, есть. И да, Ганима совсем чуть-чуть остается. Опять же, настолько спейс-игра постоянно обеспечивает фраги своим кором первой и второй позиции. Постоянно кого-то гоняет, почти не фармит. И при этом все равно имеет свои 8000 надворца на 20-й. Это очень круто. Ну и сейчас решил подфармить. Очень здорово команда попушила. Он не особо был нужен. То есть погонял в Р-ку. Был уверен, что она не будет дефать. Ну пошел спокойно фармить. Еще и заставил Свену. А, смотри-ка, дерется за эти стайки со Свеном. А я бы попросил даже оставить. На миссии Тобсона. Его же можно понять. Он хочет дофармить, а Ганима, мол, тут ну совсем Кропаль остается. У Свене очень много спейса. Как раньше, так и сейчас. Он прощекал ранг, то есть понял, что опрометчиво, скорее всего, парень на Свене пожадничал. Возвращаемся после очередной паузы. И сейчас на виндвере два пустых слота. Так хочется какой-нибудь вином туда положить. Какой-нибудь виндлейс тоже. Виндлейс много урона дает на Баратруме. Особенно под Хейзами, под вторым. Они собирались, кстати, видимо, убивать здесь Урсу. Это очень странно выглядит, когда вот Свен стоит просто в рэшпите. Свен не тот герой, который может на фронтлайне стоять. Хотя с Абадоном. Брейкером ультимейт бы нажать. Как же он не вовремя перезашел, мне кажется, его бы кто-нибудь подконтролил. Просто же может... Уйдай, башплаж. Это бы неплохо ультимейт от Брейкера. Ну, Севена, конечно, жалко, да. О, еще и за бродой сейчас погоняется, ты глянь на это. Ну, с Хейхстелером скорость атаки очень крутая. С Хейхстелером с Ромлетом. Ну, еще талантный урон, то есть реально фигачит. Красиво. Ну, там в том моменте цирклетку надо было продавать, чтобы Аганим купить. Опять же, там буквально один крип его отделял до Аганима. Вот он там цирклетку продал. Может быть, еще что-то продам? Что-то я уже запамятал. Ну, цирклетка, наверное, Брейсер закупалась вначале. Но там такая линия получилась, что он рано очень... Шлем вот этот купил. И даже без Брейсера спокойно сыграл. Ну, там Брейсер, Виндлэйс тоже. Крутая тема, как ты и сказал, Виномщик. Ну, правда, на Брейкер просто. Вином тоже. Было бы не очень хорошо, если бы они в два Винома играли. Так, в силу тьмы забрали Рошана. Получается, что Эмбер украла Егис. Причем некоторые я в том, встали, стояли. Это Егис лежал на земле, то, обстанно бронял его. Ну, а ВКБшки-то нету. Все. Теперь может и отпинать. Башек не прокнул. О, прикинь, сейчас убьет. Да, вряд ли. По прямой он, конечно, не пошел на базу. А, ну... Все-таки настигли. На маленьком кемпе. Как такое возможно? По поводу Рошпита, по поводу этой первой ситуации, мне казалось, что они идут именно ужаса убивать, учитывая, как Саня туда запрыгнул с ГДС. А что он отменил? Вот так. Он отменялся? Да. У меня брейнлак тогда. Вот ведь очень неприятно, что Свена потеряли. Но, в разуме, на пятерых героев это нормально. Но там столько анлака, во-первых, в Рошпите оказалось в Рошпите. Там, когда заходит игрок, несколько секунд он еще не может управлять своим героем, но этим героем не может управлять вообще никто. Все еще. То есть, почему не сделать так, чтобы у команды отбирали героя в момент, когда игроку этого героя дают? Нет, просто АФК персонаж какое-то время. Так, и настигли таки брутку. Делает разгон. Поломал деревья. Будет сейчас ультимейт. И есть уже здесь имбирь спирит. Ой. Ну, опять же, гоним. Чарж почти без КД. А ты видел когда-нибудь, чтобы так Бартрон в деревьях застревал? Я впервые такой видел. Да, часто там на... В текстурке Кейни забирается. Бывает такое. В деревьях я срываю. Бартрон, такой герой, он и сам еще любит кого-то закинуть башеком. Там, либо на хайграунд. Либо вообще засейвить. Можете там на ступеньки закинуть из-за этого баши. Вот такое часто наблюдается. Читовольтого, да вообще. Резко вышел из игры. Читово мне там с интернетом по итогу случилось. Ну ладно, он свое внести успел. Тут уже закончить, значит. И осталось топсом миллион спейсов вместе, опять же, с этим. Даунбрейкером создал. Исвен уже прям супер раскачан. Они забрали Рошана. У них огромное преимущество. Они могут в тупую просто чарж на брутку нажимать. Она никак не переживает. У него БКБшки нет. Она всегда умирает от этого. Ну, блин, много он сделал в этой игре, будем честны. И продолжает много очень делать. Но опять же, сравнивать всего нужно в первую очередь с брудой вражеской команды, а не шоба тройки. Пацан бегает на трех линиях, мувы нажимает на всех. Умер всего четыре раза. И то один раз он спасал Свена. Два раза он умер вообще на линии. И только одна смерть такие небольшие вопросы вызывает. Это вражеский эмит. В тупе вся команда перетягивалась. Эх. Если б не бэйбэк. А там, смотри, кольдоводов встал на стрелу. Спасибо, даже написал. Какой-то пережил. Пинковал на Абаддона, чтобы он его подхилил и гемы. И сам теперь убегает от Абаддона. Что-то не поделили. Так, Абаддон не с холли-вокетом. Да, с холли-вокетом. То есть, хилит он хорошо. Там талант на 15-м. На Абаддоне на дополнительный хил. Тоже популярный сейчас билд. Вообще, если я смотрю, что заказал. А не забыла, что? Завиделся, что? Завиделся, что-то в один сворд. А Свен не хочет? А, ну Свен и Сливер. Талантовый импиризм у него есть. На 20-м не самый простой выбор, как по мне. Вроде оба таланта так хорошо выглядят. Не, в его билде, наверное, бульдоз всегда должен залетать. А вот, конкретно его билде действительно хочется насчет башика задуматься. Потому что у него и талант на урон, у него такой араблетик есть. Квиксивиллер. То есть, он с руки не плохо так наваривает. И хочется действительно задуматься насчет баши. Но вот и бульдоз талант офигенный. Опять же, подогоним. Он постоянно бегает. То есть, у него и чардж без кд, и бульдоз тогда будет без кд. Но, однако, все равно взял. Башик. Смотри, опять отменил чардж. Чардж. Не отпустили вверху. На каком-то турнире, выбрать труб, сделал чардж, нажал на себя плетку из нейтралок. Да, это флайдчик. Вот так забавно выглядел. Он... Сейчас помню, как там было. Он разогнался. Нажал плетку. И потом сделал телепорт. Какая-то такая... Какой-то такой алгоритм. Ага. Из-за того, что чаши шкалданно пришлось, кажется. Это... Это работает с фейзами и с лотаром. И с рамлетом, по идее, должны работать. С скиллами, которые ты нажимаешь прям... Ну, во время телепорта. Вот самое... Наверное, удачное сравнение. Моешь во время телепорта нажмакать в какие-то кнопочки. Значит, моешь и во время разбега. А с другими не прокатит. По-моему, спайдер векс тоже нельзя во время чарджа нажать. Забыл, честно говоря. Нельзя вроде бы, да. Может, провериться, но что-то такое помню, что... Тоже такая проблема имеет. Хотя вот опять же... Исфайдер векс. Любой Брэд Трум за них с кем угодно готов драться. Хоть с эсфом союзным. Хоть скором с 700-ом продажей. Но согласись, что должно так работать, что спайдер векс... Ну, нажималось бы в чарджа. Ну, по идее, нажимается. У меня что-то такая ассоциация теперь из-за вот этого моего сравнения с телепортом. Даже должны работать лапы, должны. Я же сам снимал этих Брэд Трумов по 4000 моспиду. Расгоняли мы. Надо будет проверить. Нка опять же... Из-за плетки... Уже и сам забыл. Плетка точно нельзя во время чарджа. Нужно заранее плетку нажимать. А вот спайдер векс что-то... Что-то уже не уверен реально. Плетка. Смотри-ка, выкупается здесь имперспирит. Свен тоже в файте уже. Начинается в эрке. И спешит в эту драку. А Топсон вообще, вижу цель, не вижу препятствий. Ух ты. С айн диском, брутка. Но это ей не поможет. Кадой. Что за демон на барочи? А Финдвейкер-то насколько идеальный слот. Считай Геула, они дисперят Виндран в эрке. Геула против ультимейта Урсы. Статус Резис не работает на Геула. Дисперить третий скилл Худвинга. Просто там держать брутку какую-нибудь. Это еще и муспид. А муспид это урон в случае с братрумом. Напоминаю, что первый, что четвертый скилл, они... Используют пассивку. Третий скилл. А третий скилл... Бьет от твоего муспида. Это еще и талантный урон. Ну и Егор это озвучил лучше. Кому же он... А это белки, скорее всего. Там же белка ему написала хуйка. Вече неприятное. Не поделили. Так, вообще охренительная игра. Пошли посмотрим. Пойдем. Ну и мы в лобе. Лапы можно нажать по итогу во время разгона. В отличие от плетки, но при этом... А сравнение с телепортом не самое удачное. Именно оно нас запутало, потому что во время телепорта их нельзя нажать. Вот клацаю. Она так не работает. Ну и... Остается, наверное, только статистику глянуть. Это же кому интересно. Нереально крутая игра. Такой КДА с такой линией. Которую они, кстати, скорее даже выиграли. Он под конец начал страдать, когда уже брейкер пошел за брудкой помогать. И то на соло лине он очень много экспы получал, очень много золота. И если видео понравилось... Не, определенно выиграли. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки. Также не стесняйтесь писать комментарии. По поводу выиграли, давай на нетворце посмотрим на 10-й. Убрать рума 3900, у урса 4300. Момент все-таки спорный. Но в то же время он имперспирида чуть-чуть подкормил. Брейкер отправил брудку гнобить. Так что спорный очень спорный. Там Леон прям... Все сделал. Если б не Леон... Просто ты вспомни, они там и 2 кила делали. По-моему, дважды урса после этого еще убивали. Там, если б не Леон, все бы было супер печально для урсы. А так Леон действительно. Он пришел, дважды убил баратрума. Брейкеру пришлось уйти брудку мешать. Так что там... Не совсем понятно, что ты с тобой соглашусь. И всем еще раз спасибо за просмотр. Заранее спасибо за любую активность под видео. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok